Следующая тема называется, насколько мы можем быть откровенными, то есть мы говорим о как правильно общаться с близким человеком, чтобы не навредить ему и себе. Насколько мы можем быть откровенными с человеком и какие бывают причины расхождения во взглядах и целях. Вот смотрите, есть люди благостные, страстные и невежественные. Невежественные люди это не то, что плохие люди, это люди, которые имеют целью развивать только себя и заниматься только собой. Обычно невежественные люди имеют несколько особенностей. Первое, они срываются, то есть они или изменяют, или пьют, или дебоширят. Они могут заниматься каким-то теневым бизнесом, то есть обманывать сильно всех вокруг, вести какую-то двойную жизнь. Это означает, что человек очень глубоко не доверяет никому, кроме себя в жизни. Это и есть главный признак невежественного человека. И главным критерием его поведения является неспособность слушать чужое мнение вообще. Он может слушать кого угодно, но слышать не сможет и не будет. Ну то есть это признак невежественного существования. С невежественным человеком невозможно строить близкие отношения. Можно просто выполнять перед ним свои обязанности. Надо немножко на дистанции с ним держаться, потому что он будет тебя осквернять своим отношением к тебе. Он будет тебя злиться на тебя, видеть к тебе кучу недостатков, осквернять тебя своим мнением, подстрекать тебя и так далее. То есть нужно выполнять перед ним свои обязанности и знать, что если ты идешь правильным путем в жизни, развиваешь доброту к этому человеку и очищаешь атмосферу семьи, то постепенно из зоны невежества он выйдет. То есть невежественная жизнь означает всего лишь недоразвитость и все. Не означает, что это плохой человек, его могила исправит. Нет, просто он на таком уровне развития находится и все. И это меняется с помощью доброты. Доброта к человеку состоит из трех вещей. Первая вещь – повышать энергетику семьи. То есть у вас должны быть силы. На вторую вещь. Вторая вещь – принятие человека с всеми недостатками как представителя вашей судьбы. Вот вы так жили раньше, а он является как раз таковым. Не думайте, что вы случайно вместе. Близкий человек всегда является представителем ваших прошлых жизней. Всегда. Никаких исключений не бывает. Вы скажете, а почему у меня вот один близкий человек вот так себя вел, а другой так? Ну потому что много прошлых жизней. То есть этот представитель одной, тот представитель другой. Но все равно, так или иначе, близкий человек олицетворяет наше прошлое. И мы должны принять его. Доброта означает, первое, энергетика хорошая в семье. То есть мы как бы мягкие, пушистые, мы живем радостно. Вот, у нас есть силы любить. Вторая стадия доброты. Без первой не будет доброты. Нет сил, нет доброты. Человек не может без сил быть добрым. Вот, допустим, человек болеет, вы подходите к нему и говорите, ты по-доброму ко мне относишься или нет? Он говорит, отстань от меня, болей. Все, такой будет ответ. Вторая стадия принятия. Мы говорим о доброте. Доброта нужна, чтобы поменять человека. Доброта – это ключ к переменам в сердце человека. Только доброта, больше ничего. Вторая стадия принятия. Принятие означает, он пьет, там матерится, склонен избивать. А я, как бы, я приняла его спокойно к этому, ко всему. Не значит, что я, как бы, лезу к нему в объятия, когда он меня бьет. Дистанция должна быть от невежественного человека, иначе вы сгорите. Дистанция означает никаких близких отношений, только служение ему. Заботится, но не строит близкие отношения, иначе сгорает человек. Сама по себе невежественная жизнь – это уже предательство. Вот человек совершает невежественные поступки, он предает саму идею отношений вообще. И с ним нельзя, невозможно строить близкие отношения. Близкие отношения означают, нет, предательство. Но предательство не означает, что надо его бросить. Типа предал, все, до свидания. Нет, предательство возможно в отношении, потому что мы недоразвиты все. Вот если развитый человек предал, скорее всего, не будет уже отношений. Бог не простит его. Но большинство людей не способны понять, что они предают. Поэтому надо им прощать. Вот представляете, у вас есть наставник, вы ему сильно верили, настоящий наставник, и он вас предал. Я такого никогда не встречал. Но если бы он предал, тогда это очень жестко. Нельзя дальше общаться с этим человеком, строить отношения. Он недостойный отношений. И Бог его сильно накажет за это. Но обычные люди предают сплошь и рядом. Почему? Потому что они ни разу-то не понимают последствия этих поступков. Что это не поможет им счастья иметь в жизни. Предательство означает невежественный человек. То есть он предал, он был хорошим, допустим. Предал, стал невежественным. Дальше дистанция. Пока не раскается. Помочь надо. Как помочь? Хорошая энергетика в квартире. Второе. Принятие человека. Вот я принял уже со всеми его потрохами. Все, спокойно к нему отношусь. Значит, у меня хватает сил его поменять. Значит, он дальше будет меняться. Принятие человека – это вторая стадия. И третья стадия – это хороший пример. Доброе поведение по отношению к нему. Хороший пример. И дальше его сердце начинает меняться уже. Все, мы его таким образом развиваем. Насколько мы можем быть откровенными с человеком? С невежественным человеком невозможно быть откровенным вообще никак. Со страстным человеком можно быть откровенным только иногда, когда к этому способствуют обстоятельства. Например, он сильно испугался, он стал очень откровенным сразу. Кто такой страстный человек? Страстный человек – это человек, который не считает, что верность, чистота, глубина, возвышенность является главным в его жизни. Страстный человек – это человек, который считает, что главным в его жизни является успех, развитие, влияние, хорошее положение в обществе, деньги, статус. Он считает, что это главное, это принесет счастье. Все остальное – это сентименты и байки разных сектантских настроенных людей, типа твоего Олега Геннадьевича. Ну, то есть, все люди, невежественные люди считают страстных людей дураками. И благостных тем более. Они считают, что страстные люди – это тупые люди, они работают, а надо не работать для того, чтобы быть счастливым. Они говорят, пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Понятно? У них такая философия. Страстные люди, невежественных людей считают деградантами, благостных – сектантами. Благостные люди считают всех недоразвитыми, кроме благостных. Но чем они отличаются, благостные люди, они отличаются тем, что они пытаются принимать людей, любить людей, несмотря на то, что видят в них определенную недоразвитость. Они принимают, по-доброму относятся. А есть еще святые люди. А святые люди всех считают хорошими, кроме себя. Запомнили? Ну, то есть, если ты видишь недостатки других людей и стремишься их не иметь, это хорошо. Ты благостный человек, но надо при этом прощать людей, учиться, у которых есть недостатки. Значит, тогда ты точно благостный. Потому что страстные люди видят недостатки и не прощают. В этом их особенность. А невежественные люди видят только недостатки. Страстные люди видят хорошее, если им это выгодно. И видят недостатки, если им это выгодно. Они делают все, что им выгодно, все остальное ничего не делают. Поэтому строиться страстными людьми, которые стремятся к успеху, благополучию, близкие отношения невозможно. Потому что близкие отношения означают открытие сердца. Открытие сердца означает говорить о возвышенных вещах. Когда человек говорит здрастным человеком о возвышенных вещах, тот говорит, слушай, ты чё? Он не понимает, что от него хотят вообще. Потому что он считает, что это просто сентименты и вообще сектантское мышление. Надо просто жить, как все, зарабатывать деньги, воспитывать детей, развивать их, чтобы они были тоже крутые. И всё, о чём ещё говорить? Чё ты мне эти морали читаешь? То есть они не понимают, что есть глубокие отношения. У них даже идеи такой нет в голове. И не надо пытаться им эту идею возбудить. Хороший человек страстный или нет? Очень хороший. Он хороший семьянин, он хочет заработать денег, он хочет развивать семью, он хочет помогать, заботиться обо всём. Очень хороший человек. Он действует в интересах ваших, вашей семьи, страны, всех кого угодно. Но при этом он нестабильный человек, потому что его интересы могут резко поменяться. Потому что страстный человек может устать от такой жизни, потому что когда человек не имеет духовной подпитки, он постепенно истощается, он пашет и пашет, пашет и пашет, стремится к своим страстным целям, истощается, ломается и уходит или в невежество, или в благость. Если он уходит в невежество, то он бросает жену. Чаще всего все предают страсти. То есть жили-жили вместе, не тужили, прошло 10 лет и... Летящей походкой. Ну то есть он считает, что он всё правильно сделал. Потому что что я буду тебе портить жизнь, если я люблю другую. Ну то есть понимаете, для них это вообще классно разводиться. Нормальная вообще вещь. Ну все так жутко. Посмотри вокруг себя. Понимаете? Но не классно будет, когда их бросят. Потому что когда страстный человек бросает, он не знает, что он закладывает камешек в свою жизнь. Но узнает позже. Когда уже будет не так классно. Но благостного человека это не радует. Что у него вот так же будет, как у меня. Это не благостная идея. Движемся дальше. Итак. Мы со страстными людьми строим какие отношения? Семейные. То есть живем семейными ценностями. Это для них и есть близкие отношения. Заботимся о детях, о бабушке, маме. Обо всех рассуждаем, беседуем. Обо всем, что связано с жизнью, семьей. Близкие это отношения? Нет. Для них близкие. Но это не близкие отношения. Что такое близкие отношения? Близкие отношения это те отношения, которые вскрывают совесть в человеке. Вот если вы разговариваете с человеком искренне о жизни, и совесть ваша включается и его, это называется близкие отношения. Эти отношения очень редкие в этом мире. А ну-ка продиагностируйте. Можете вы так говорить своим близким человеком или нет? Если нет, значит у вас в семье еще не благостные отношения. Благостное означает, я могу открыть сердце близкому человеку. Откровенно с ним разговаривать. Без руганий. Потому что страстные люди тоже откровенно разговаривают. Только когда они начинают ругаться, они говорят всю правду друг другу. Они говорят, да ты вообще ноль в моей жизни. Если бы я мог, я бы давно, если я бы захотел, а точнее мог, я бы давно тебя уже бросил. И так далее. Чтоб ты сдох. Тоже такая мысль есть, потому что квартира мне тогда настоярится. Есть такой фильм, классный просто, юмористический. Там такой сюжет, что мужчина, ему позвонили с работы, в кавычках, любовница позвонила. Старый фильм, все знаете. Юмористический. Там все хорошие артисты играют. Короткометражный. И он такой, жене такой, работать по выходным, начал с ней так говорить. И пошел к любовнице, короче. Жена в это время пошла к другому любовнику. Та любовница, к которой он пошел, у нее муж пошел на свидание с ее подружкой, этой любовницей. И так далее. В общем, они потом все встретились. Они в круг такой круглый стол сделали. Ну, как бы разборки начались. И знаете, всем с чем закончилось все? Они начали кричать, да я за него замуж. Они как бы решили разделить всех по справедливости. Кто влюбился в кого, тут пусть с ним и живет. И потом все оказалось, что никто не хочет, потому что, ну, как бы много теряешь там. У меня квартира там, у меня там. Ну, то есть люди вскрыли свои истинные мотивы, почему они друг с другом живут. Потому что бабло накопили. Вот это и есть мышление страстных людей. Запомните, там никакой глубины нет. Это вот так и есть. То есть это очень глубокий фильм. Он вскрыл вот истинный мотив. А как называется? Так не бывает, помню. Так не может быть, да? Не может быть называется. Посмотрите. Вторая серия. Не может быть вторая серия. Посмотрите, это и есть главные мотивы людей в страсти. Все закончилось тем, что они остались вместе, потому что квартиру такую хорошую делить нельзя. Все. Вот она и суть. Но это не значит, что страстный человек это плохой человек, это хороший человек. Человек, который идет к развитию. Он искренне живет, искренне пытается развиваться как личность. Просто он еще не знает, для чего нужна человеческая жизнь. Он не знает глубины. И он должен изучать это, познавать. Если вы думаете, что я благостный человек, сижу на этой лекции, то у нас всех очень много страсти. Поэтому как бы не надо близких считать страстными, себя благостными. Просто поймите, что к благости надо стремиться. Это не просто. Как мы должны общаться друг с другом. Если в основном в семье преобладают страсть, то есть желание развития, а не глубины не совершенствования, не очищения сознания, не отношения с Богом, а просто успех, богатство, квартира, то эти отношения основаны на страхе. Вот зачем нужно, вот в глубину, если посмотреть, зачем нужны богатство, успех, квартира, зачем это все нужно? Чтобы выживать. Затем же, что и нужен воздух, еда. Вот зачем человеку, если лишить воздуха, что возникнет? Страх. Если человек перестанет и получать еду, что возникнет? Страх. Если он окажется без жилья, что возникнет? Страх. И вот этот страх и является глубоким мотиватором людей, брать ипотеку, квартиру себе хорошую копить, заботиться о детях, это называется жизнь страсти. Она не мотивируется любовью, означает нет глубоких отношений. Понятно? Теперь, что такое глубокие отношения? Глубокие отношения это когда люди способны открывать сердце друг другу, когда они обсуждают священные писания, обсуждают святость, обсуждают нравственные фильмы, ходят в храмы вместе, слушают наставления, обсуждают эти наставления. Это называется обсуждают деяния святых людей. Это называется жизнь благости. У этих людей очень чистые сердца друг по отношению к другу, и они видят очень чисто друг друга, они видят духовность человека. Вот когда допустим захочется бросить жену, что поменяет, помешает, ты вспомнишь, что она святая. Ты поймешь, какое чистое и светлое у нее сердце, и ни за что ее не бросишь из-за этого. Потому что жена всегда стареет, девушки молодеют, но жена святая, нельзя бросать. Это называется совесть. И это и есть мотиватор главный быть вместе, и он единственный. Поэтому семьи сохраняются, когда люди дошли до благостных отношений. В противном случае риск разрушения семьи всегда очень высок. Даже если люди стали верующими уже, но полной благости не достигли, все равно семьи разрушаются. Я знаю много примеров. Насколько мы можем быть откровенными с неверственными людьми, совсем не насколько. Насколько можем быть откровенными со страстными людьми в отношениях детей, родственников наших, любви ко всем, очень откровенными можно быть. Любить друг другу, но не в отношениях моего глубины, моего сердца. Здесь шансов нет просто. Как только эта тема заходит, сразу стена. Почему, откуда берутся причины расхождения в возглядах и целях? Вот смотрите, если вы пропустили этот момент жизни, то есть вы начали развиваться, допустим, ваш близкий человек начал развиваться, вы начали развиваться, но вы при этом не стремитесь к близким отношениям с точки зрения откровенности, тогда ваши веры начнут расходиться. И это очень опасно. Потом могут быть большие проблемы. Например, вы начали развиваться, ваш близкий человек не хочет развиваться, и вы тайком от него развиваетесь, не помогаете ему, тогда в этом случае у вас будут разные веры, потому что он тоже будет когда-то развиваться, но не в вашу сторону. Как помогать? Это не значит, что надо стоять на месте, когда близкий человек не хочет или не может развиваться, просто нужно стараться быть добрее к нему, и стараться не скрывать свою духовную жизнь, но не навязывать ее, не скрывать и не навязывать, он будет смотреть это как на хороший пример. Хороший пример означает, что человек занимается тем, что не пугает меня, не разрушает наши отношения и не делает замкнутым и близкого человека замкнутым и хитрым. Потому что многие люди думают, что я буду скрывать свою духовную жизнь, и это вызывает ощущение, что человек стал замкнутым и хитрым, то есть это кажется, что он невежести живет. А нужно по-доброму это объяснять с позиции смирения, а не с позиции гордости. Вот допустим, почему ты не ешь мясо? Ну у меня такая диета. Сегодня не ем, завтра ем, какая тебе разница? Я экспериментирую. Почему ты читаешь молитву? Я так успокаиваю нервы. Вот у тебя нервы железные, тебе не надо, а мне надо. Это называется смиренное объяснение. И это правда. Если ты думаешь, что молитвой не успокаиваешь нервы, то это ошибка. Однозначно успокаиваешь. если ты думаешь, что это не диета, то это диета сто процентов. Но ты объясняешь на его уровне это все. И это хорошо. Но объяснять надо. Если ты все скрываешь, значит тогда ты разрушаешь его возможность развиваться. Потому что первый этап помощи человеку это показать ему правильную практику. Практику, в которой ты развиваешься, но при этом не становишься врагом ему и не становишься гордым человеком перед ним. Надо всегда, чем больше ты духовно развиваешься, тем надо ниже ставить себя в отношениях с другими людьми. И тогда твое развитие будет очень гармонично. Вот допустим, чем выше ты идешь вверх, тем больше надо говорить о своих недостатках близким людям, и тем больше указывать на их преимущества. И тогда все будет гармонично. Ты можешь очень сильно пойти в веру, а близкий человек допустим еще не имеет такой возможности по своей судьбе, но он будет очень уважать тебя за то, что ты делаешь. Вот поднимите руку, кто из вас занимается духовной практикой, ваш близкий человек сам не занимается, но очень уважительно относится к вашей деятельности. Все, вы идете правильным путем. У вас есть близкие отношения с этим человеком, потому что сокровенность в данном случае заключается в том, что вы не скрываете. Это есть сокровенное отношение с ним, но при этом не надо его вызывать на глубокие беседы. Он придет к этому сто процентов, нет никаких сомнений, потому что когда восходит солнце, тени исчезают. А солнце всегда восходит сразу для всей семьи. Редактор субтитров субтитров